Мое слово называется так Мои грехи прощены, поэтому я исцелен Я буду читать Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 стиха Через несколько дней опять пришел он в Капернаум И слышно стало, что он в доме Тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места И он говорил им слово И пришли к нему с парализованным, которого несли четверо И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством Раскрыли кровлю дома, где он находился И прокопав ее, опустили постель, на которой лежал парализованный И Иисус, видя веру их, говорит парализованному Чада, то есть дитя Прощаются тебе грехи твои Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе Сказал им Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли парализованному Прощаются тебе грехи? Или сказать Встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи Говорит парализованному Тебе говорю Встань Возьми постель твою и иди в дом твой Он тотчас встал и взял постель Вышел перед всеми Так что все изумлялись И прославляли Бога, говоря Нигде ничего такого мы не видели Аллилуйя Слава Господу Это удивительная история Причина, почему Иисус сразу сделал упор на грех Потому что болезнь этого человека В данном случае паралич Был причиной греха Потому Иисус разобрался сразу с грехом И он ясно объяснил Почему он сказал именно Прощаются тебе грехи А не Встань и иди Он сказал Не легче ли это? И в греческом это слово еще означает Ну не проще ли это? Неправильнее ли это? Избавить человека от причины Почему он стал парализованным? Нежели сказать ему просто Встань И иди То есть будь исцелен И живи дальше в грехах Понимаете? Если бы он просто сказал Встань, будь исцелен, иди Вряд ли этот человек Остался во здоровом дальше Потому что В его случае Грех был причиной Почему он Был парализованным Потому Иисусус сказал Дитя Был парализованным В данном случае Я вижу так, что грех Был парализованным Если не удалить этот яд Вот так действует грех Почему люди многие попадаются в него И что в этой истории Для нас И мы будем молиться Через пару минут Нужно понимать Нужно понимать Что именно грехи Кто хочет Вот по-настоящему Исцелиться И оставаться здоровым Вот чтобы именно Исцелиться И остаться здоровым Нужно начинать с греха Это я говорю Не тем, которые Разобрались с грехом А я говорю Тем, кто Не разобрался с грехом Что Временное исцеление Оно не принесет Радости Потому что Может быть еще хуже потом Нужно В первую очередь Разобраться Именно с грехом Особенно я говорю Тем из вас Кто Вы только Делаете первые шаги Вы только хотите Принять Иисуса Познакомиться с Иисусом Или вы нас смотрите сейчас Вы вот случайно Включили это видео И вас тоже интересует вопрос Ну вот как быть здоровым Как быть счастливым В первую очередь Именно грех Он разрушает жизнь человека Вот избавившись от греха Вы сможете легко Тогда избавиться И от болезни И от новых вещей Потому что грех Согласно Писанию Приносит смерть А дар Божий Жизнь вечная Во Христе И Иисусе И давайте все поднимемся вместе Я хочу прочитать Одно место из Писания Еще Первое Петра 2.24 Он Здесь по Иисусе написано Грехи наши Сам вознес Телом своим На древо Обратите внимание И Иисус Забирает грех Вспоминайте историю С прокаженным Что Иисус сделал Он забрал Из жизни этого человека Грех То есть Он его освободил Сказал Прощаются от тебя грехи Вот это параллель То что я читаю сейчас То что было с прокаженным И то что происходит В жизни многих людей Сегодня Которых здесь нет А может быть Кто-то здесь и есть Что вы как тот прокаженный Вы болеете Не понимаете почему Точнее парализованные Ну и прокаженные И люди с разными болезнями Неважно Вы возможно думаете Почему ничего не помогает Почему 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 лечение не помогает Почему одна болезнь заканчивается Другая начинается Почему нет конца Казалось бы И мы увидели Как это решается Если Сын Божий Если Иисус Прощает вам грехи Тогда вы можете Вставать С этой Кровати С этой постели И идти Тогда вы можете Освободиться От этой болезни Тогда У вас развязываются руки Тогда Корень отсечен И вы можете Принимать Окей Понимаете Я читаю дальше Он Грехи наши Сам Телом своим Вознес На древо И давайте Скажем это вместе Иисус Собрал грех Забрал грех Он унес его Дабы Мы Избавившись От грехов Жили Для правды Ранами его Вы исцелились Исцеление уже Очень просто Когда Он Забрал твои грехи Очень просто И вот в это Нужно верить Что Иисус Забрал Грехи мира И если ты поверишь Что ты Так же Один из этих людей То Значит Что с тобой Произойдет То что Произошло С парализованным Ты можешь Вставать И идти здоровым Ты можешь Говорить Все Рак Закончен Все Диабет Ушел Все Потому что Кого Иисус Простил Тот может встать Взять сыновку И пойти И Я хочу Призвать Сейчас К молитве И мы будем Молиться Сейчас В два Так сказать В два этапа Сначала мы Помолимся О тех людях Кто Вы сегодня Как вот тот Человек Которого Принесли К Иисусу Вы больны Вы не Исцеляетесь Врачи Не помогают Лечение не помогает И вы понимаете Вы грешник Вы понимаете Что вы Живете В грехе Если вы это Понимаете Поверьте Это и есть Главный ваш враг С вот этим Нужно бороться Не с диагнозом Бороться С грехом Нужно бороться Это ваш Самый настоящий Враг Не брат Не сестра Ваш враг Враг Не родители Не начальник На работе Ваш враг Не злые соседи Грех Является Вашим врагом Номер один Который разрушает Вашу жизнь Поэтому я обращаюсь Сейчас к каждому Человеку Кто Находится В таком состоянии И Хорошая новость Что Иисус Видя Такого человека Его страдания Он не сказал О, иди Это тебе По твоим делам Наказание Что Иисус Сделал Он говорит Дитя И Он назвал Человека Дитя Потому что В Иисусе Внутри был Отец И потому Он И имеет право Прощать грехи И мы с вами Имеем право Прощать грехи Потому что Он вошел в нас И живет в нас И вот Потому он сказал Он просто Прощается грехи И в этом была победа Если Вы Кто меня слушает сейчас Вы человек Который Живет грехе Вы гость наш Возможно Первый раз здесь А может быть Не первый раз Но с вами Этого не произошло Ваши грехи Не были вот так Прощены Мы хотим Молиться вместе с вами Чтобы вы Приняли это Мы хотим Вместе с вами Обратиться к Иисусу В молитве Чтобы вы Приняли это прощение И освободились Полностью Итак Я хочу сделать призыв Сейчас Послушайте Очень внимательно Если кто-то Нуждается В прощении И грехов Кто-то нуждается Принять Иисусу Это прощение Я готов с вами Молиться сегодня Я готов сегодня Повести вас В молитве Чтобы вы Приняли это И в вашу жизнь Пришла Настоящая свобода Настоящий прорыв И закройте глаза Я хочу помолиться Сейчас Закройте все Я хочу вас помолиться Чтобы Каждый из вас Принял правильное решение Иисус Когда был Среди учеников Он сказал им Кому простите Грехи Будут прощены На ком оставите Останутся Сейчас мы Его церковь Уполномочены Молиться Вместе с вами Молиться с грешниками И знаете Объявлять Грехи ваши Прощены или нет Потом у вас есть Большой шанс Принять Принять Эту жертву Иисуса Принять Его прощение И получить Полную свободу Избавиться От смерти И получить В подарок Жизнь вечную Получить Драгоценное Оправдание И получить Вместе с Ним И исцеление И все что угодно Но самое главное Чтобы Бог Бог не гневался На вас Самое главное Получить Прощение Аллилуйя Если кто-то Желает Сегодня Молиться Вот так Кто-то Желает Принять Это прощение И чтобы Вы Избавившись От греха Жили Новой жизнью Обновленной жизнью Чтобы вы Получив Это драгоценное Прощение От Господа Смогли Избавиться От тех проблем Становитесь Сюда Пожалуйста От тех проблем Которые Принес Грех В вашу жизнь Друзья И теперь Внимательно Послушайте Все Братья и сестры Кто Здесь Это история О прокаженном Точнее Я все Прокаженное Говорю Я просто Две истории Готовил сегодня О парализованном Вот Но там Тоже Такая же История Если хочешь Очисти меня Хочу Это тоже Та же самая История Практически И знаете Эта история Об этом Парализованном Она для нас Верующих Очень хорошая Она для нас Показательная Всем тем Кому Иисус сказал Твои грехи Прощены У вас есть Удивительное Сильнейшее Право Быть полностью Исцеленными На основании Только этого Слышите Если вы поверите Поверите во что Во что поверите Поверите в это слово Что ваш грех Прощен А значит Вы можете Вставать и идти Не поверите В свою веру Не поверите В проповедников Не поверите В служение В церковь В какую-то Поверите Что все ваши Грехи Прощены И что вы Можете Вставать И идти То есть Выбрасывайте Этот рак Выбрасывайте Эту глаукому Выбрасывайте Этот артрит Понимаете Потому что Он вознес Чтобы вы жили Для праведности И рано Его вы исцелились Я хочу молиться Сейчас об этом Давайте поднимемся Вместе Потому что Это Евангелие Евангелие Исцеляет Евангелие Сила Божья Для спасения Всякого человека В первую очередь Верующего Давайте Провозгласим это Потому что Это вера Но направьте Свою веру В то Что как только Иисус Этому человеку Простил грех Он сказал Теперь ты свободен Вставай Бери постель Тебе ничего больше Не держит Я говорю Эту благую весть Если действительно Вы христианин Если действительно Вы верующий человек Уже больше Ничего вас не держит И никто больше Вас не держит На самом деле Это вопрос Только вашей веры И давайте Заберем сейчас Своё исцеление В полноте Свою свободу В полноте Потому что Ваши грехи Прощены Это истина Господь Давайте скажем Благодарим тебя Все мои грехи Прощены И значит Все мои болезни Должны уйти Нет места Ни для какой немощи Ни для какой болезни Все должно убраться Потому что Мои грехи Прощены Я не соглашаюсь Ходить с немощью И болезнью Потому что Мой грех Прощен И я благодарю тебя За это Поэтому Я выхожу С территории болезни На территорию здоровья Потому что Всякой болезни Всякой болезни И имени Иисуса Свобождайся От всякой немощи И болезни Принимай Исцеление Прямо сейчас Принимай Исцеление Прямо сейчас Принимай От Господа Прямо сейчас Потому что Твои грехи Прощены Твои грехи Прощены И ранами Иисуса Ты исцелился Теперь поменяйтесь Местами Если за вас Молились Теперь вы Молитесь Или найдите Другого человека Возложите руку Давайте скажем То же самое Давайте Найдите Другого человека Все Кто нас смотрит Принимайте Тоже Я Я порочески На вас Возлагаю руку И давайте Говорить Я говорю Слово Божье Твои грехи Прощены Принимай Это Верь в это Потому что В этом есть Исцеление Для тебя Избавление От тебя Принимай Во имя Иисуса Твои грехи Прощены Ты можешь Быть свободен От всех Болезней И немощей Не важно Что говорили тебе Врачи Не важно Что ты чувствуешь Твои грехи Прощены Поэтому Вставай От своей болезни И будь здоров Переходи С территории болезни На территорию жизни На территорию здоровья Закон греха и смерти Больше не действует В твоем теле Но закон духа и жизни Действует В твоем теле Поэтому Прими исцеление Прими освобождение Прими жизнь Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса Принимайте прямо сейчас Принимайте прямо сейчас Сила Господа Пусть двинется Если у вас Какие-то были проблемы Если вам тяжело Двигаться Если у вас В суставах проблемы В глазах Еще где-то Я говорю Будьте развязаны Будьте освобождены Во имя Иисуса Христа Я призываю Силу Господа Господь Это Твое Евангелие Наши грехи прощены Поэтому Нет у болезни Основания Нет у рака Основания Нет у артрита Основания Ни у какой болезни Нет основания Наши грехи прощены Поэтому Принимайте сейчас Исцеление Во имя Иисуса Всяких Кто злостраждет Всяких Кто имеет Какую-то немощь Я говорю Принимайте прямо сейчас Это Евангелие Господа Это Благая весть для вас Поэтому Вставайте Идите Вставайте Делайте какие-то шаги Двигайте рукой Двигайте ногой Там где вы дома Если у вас Глаукома Если вы не слышите Если у вас какие-то проблемы Говорите Мои глаза Исцелены Мои суставы работают Мои кости целые Мое сердце в порядке У меня чистая кровь Во имя Иисуса И друзья Ходите Возлагайте руки на друг друга Во имя Иисуса Христа Возлагайте руки на друг друга А Двигайте Давайте продолжать молиться. Сила Божья здесь, она движется. Знаете, некоторые люди, они очень долго были в болезни, потому им сложно сейчас поверить. Некоторые люди, они испуганы были врачами, некоторым людям подставили диагноз, что что-то не лечится. И потому мы хотим просто разрушить это семя, разрушить действие всякой немощи, всякой болезни, всякой силы, которая за этим стоит. Мы хотим разрушить это сейчас, то, что держит в рабстве эти растения, которые пустили корни, которые держат во имя Иисуса, они пусть будут разрушены. И мы с пастором Валерием будем молиться, и давайте все разрушать, потому что, знаете, мы должны взять то, что принадлежит нам, потому что наши грехи прощены. Во имя Иисуса пусть будет разрушена всякая ложь и всякий страх в отношении болезни, в отношении течения болезни, в отношении серьезности или легкости болезни. Всякий страх пусть будет разрушен во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я разрушаю во имя Иисуса всякий страх. Я вырываю с корнем то, что пустило уже, дало плоды уже, эти ветви, эти насаждения, которые в вашем сердце. Я вырываю во имя Иисуса. И если вы были напуганы какой-то болезнью, это онкология или нелечимая какая-то болезнь, мы говорим, нет неизлечимых болезней для Господа. Просто возьмите порочески и скажите, я вырываю это, я не боюсь ничего. Во имя Иисуса, Господь вчера, сегодня и вовеки тот же, творящий чудеса. Боже, делай это, делай это. Я не боюсь, я не боюсь болезни, я не боюсь дьявола, я не боюсь смерти. Делай это, делай это, пусть всякий дух будет убран, пусть всякий дух будет удален. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, развязаны, развязаны. Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно пройдя по ссылке, которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья. Субтитры создавал DimaTorzok